сколько зарабатывает диспетчер в сфере грузоперевозок в этом выпуске поговорим как можно заработать больше на чем акцентировать внимание какие же это вообще цифры подписчики youtube канала евгения лебедя получает специальное предложение на обучение привет на связи евгений лебедь поговорим о том сколько может зарабатывать диспетчер грузоперевозка на самом деле в первую очередь это зависит от компетенции диспетчера то есть какими навыками умениями он владеет следующий момент от его продуктивности то есть какие у него есть инструменты для того чтобы делать больше и конечно два ключевых показателя это количество собственно перевозок и качестве перевозок стоимости оплата труда собственно диспетчера зависит от условий договоренности которые есть между водителем и собственником транспорта или транспортной компании давайте возьмем какой-то классический маршрут из разряда харьков львов предположим что есть заказчик который платит 10000 гривен то есть эта сумма фрахта сколько он платит за перевозку 20 соответственно конечный исполнитель то есть транспортная компания или водитель собственник своего автомобиля получает 9000 гривен и комиссионный в 1000 гривен получает диспетчер конечно вы можете сказать что это может быть 500 гривен полторы тысячи гривен может быть это даже рубли не принципиально мы сейчас рассматриваем просто пример данная сумма зависит индивидуально от договоренности и договоров на котором согласились две стороны соответственно задача диспетчера как можно больше сделать таких перевозок с максимальной комиссии если мы говорим о наемном сотруднике который работает в транспортной компании то как правило он получает какую-то ставку и собственно процент или же есть варианты когда работают только за процент этот процент может колебаться от 30 до 50 процентов соответственно если предположим в месяц он сделал перевозок на комиссию для своей компании в разрезе предположим 20000 гривен то он получил комиссию 10000 гривен плюс конечно же ставку ну сами понимаете ставка это уже индивидуально сколько вы договорились со своим работодателем если уже мы говорим что вы работаете сами на себя то есть у вас есть фоб или п то вы все эти 20000 гривен забирайте себе потому что эта комиссия полностью ваша и для этого вам не нужно нанимать сотрудников еще что-либо вы занимаетесь самозанятостью и в принципе можете генерить хорошие деньги к сожалению не каждый диспетчер делает свою работу качественно то есть он не профессионален это знаете как из разряда мне как-то кто-то показал я что-то увидел что-то сделал то есть это не профессиональные диспетчера которые не обучаются не инвестируют в себя чтобы зарабатывать больше потому что обычно диспетчер может зарабатывать там 500 600 долларов не более но диспетчер который выстраивает процесс он делает системный подход в работе используют продуктивные инструменты он может зарабатывать полторы тысячи долларов и выше плюс момент в чем что если транспортная компания или водитель будут искать грузы самостоятельно они заработают однозначно меньше диспетчер позволяет им получать хорошие заказы и делать автомобили загруженными таким образом транспортная компания зарабатывает еще больше поэтому это взаимовыгодное сотрудничество